В докладе, который сейчас будет, там хорошо бы видеть код. Поэтому спереди много свободных мест. Кто их первый займет, тот получит двойное удовольствие от доклада. Кто не займет, я вас предупреждал. Еще два места здесь. Еще два места здесь. Все равно еще два места там. Коллеги, давайте начинать. Меня зовут Павел Грушецкий. Я работаю инженером UPUM Systems в отделе Travel Solutions. Время от времени помогаю нашу центру компетенций Java с интервью, с ресерчами с какими-нибудь. И веду тренинги. Ну, учу разного молодежь. У меня есть глубокое убеждение, что в нашей профессии в IT, других тоже в IT особенно, учиться нужно интерактивно, на практике и с огоньком. Можно по-разному, но лучше всего работает так. Вот этот информационно-развлекательный доклад, он не будет совершенно такого технического хардкора, ну или там вектор в сторону хардкора, как у Леши. Он будет больше такой информационно-развлекательный. Я попробую показать, как. Так, у нас у разработчиков время от времени наступает такой момент, когда вышла вот что-то новенькая технология, что-нибудь, хочется попробовать поиграться. Например, вышла Java 8. Не все знают, Java 8 уже вышла. Есть те, кто еще не знают. Скажите, кто уже использует стримы, лямбды, новые фичи в продакшене? Этой части зала, может быть, не видно, они есть, их двое. Вот, это вторая категория. Чисто для себя слышали, хотели попробовать, используют, но не в продакшене. В продакшене не закоммитаешь, компиляция тут же сломается. Кто такие? Я, например, в такой категории. Хорошо. Кто вот про эти слова стримы, лямбды вообще ничего не понял? Странно, вот примерно треть зала ни в какую из категорий не попала. Окей. У меня была ровно такая же ситуация, она совпала с другой. Купила вот себе такую электрогитару совсем недавно. И внезапно выяснилось, что просто сама по себе электрогитара никак не играет. Нужно к ней много всякого еще покупать. Но это узнаешь, когда уже купил первый раз. Но при этом есть ноутбук. Есть колонки компьютерные, все вот это есть. И сейчас она у меня подключена вот таким специальным кабелем, в середине которого звуковая карта. Считать себе обычное утолщение, это обычная USB-звуковая карта. Есть у нас много всяких библиотек, которые можно со звуком работать. И как-то вот это совпало с моментом выхода 8-й джавы. Я вот подумал, почему бы не попробовать сделать что-нибудь со звуком, на джава 8-потоках. Если посмотреть, то концептуально очень похоже, не похоже, а кажется, что очень подходящая штука. Берем звук, представляем его потоком. Как звук представляется, скоро увидим. И потом вставляем в нем обработчики на тех же самых стримах. Обработчик, который делает одно звучание, другое звучание, усиливает. Ну, конечно, не так уж это просто. Не для всех потоков, не для всех эффектов. Но для некоторых вполне, мне кажется, подъемно. И сейчас мы с вами попробуем это сделать. Да вот же беда, я половину джавы забыл, так что вы мне будете подсказывать. Во-первых, если кто-нибудь мне подскажет, как в экрипсе быстро сделать больше шрифт. Давайте. Все-таки там было? Этот? На 16, коллеги. Ох, посмотрим, что там влезет. Давайте попробуем 14 и посмотрим, как оно дальше пойдет. Я предупреждал вперед садиться. Все, сошлись на 14. Хорошо, попробуем. Посмотрите, приложение, которое у меня сейчас есть, давайте на всякий случай запустим. Простой себе консольное приложение, которое берет звук с гитары, захватывает, пускает на колонку без изменений. Захватывает, пускает. При этом используя всего лишь в одном классе один метод, которым мне теперь придется скроллировать. Как в компьютерах представляется звук? Наверное, там все в разный момент слышали, на всякий случай я еще раз проговорю. У вас есть какое-нибудь там устройство, которое издает звук, есть микрофон, может быть звукосниматель, после которого получается аналоговый сигнал, и ваша звуковая карта его оцифровывает. То есть 44 тысячи сто раз в секунду, у меня 44 тысячи сто раз в секунду, берет, и вот этот сигнал замирает и превращает в целое число в инт, 32-битный бинт, с которым много работает. Больше, больше, меньше, меньше, чуть больше, чуть больше, чуть меньше, чуть меньше, отрицательное что-то. И вот такая вот синусоида выходит. Это вот звук в компьютерах. У меня есть небольшая программа, которую я только что запускал, и она звучала, которая принимает на вход маленький кусочек 512 таких элементов. Драйвер ему скармливает вот таким вот кусочками 512 элементов, массив интов, плюс out, это специальный такой объект, если все, что в него положишь, то окажется на колонках. Ну, на остальное можно не смотреть, оно здесь не важно. И то, что здесь происходит, arrays.stream формируется, наверное, какой-то массив из этих input-самплов, не массив, а поток. И для каждого происходит вот такая странная штука. И стрелочка out.putint.e. Небудь сталкивался с таким синтаксисом? По крайней мере, двое человек должны были. Трое, четверо, пятеро. Окей. Почти, если что называется, к чертой подробности, эквивалентно обычному такому циклу. Цикл мы не использовали. Что же удобнее? Ну, пока что трудно сказать. Давайте попробуем с этим звуком что-нибудь сделать. Концептуально. Кто может сказать, что из собой представляет поток в Java? Поток. Да, теперь у нас есть потоки ввод-вывод и потоки, которые стримы. Бесконечная коллекция. Бесконечная ленивая коллекция. Понятно? Хорошо. Ну, то есть… Здесь она, кстати, вполне себе даже конечная. Она создается из массивов 512 элементов. Коллеги, я люблю думать о стримах, вот этих вот стримах, придется каждый раз оговариваться. В этих стримах в Java как последовательности обработки или последовательности вычислений над какими-то элементами, которые может быть конечное количество, может быть бесконечное количество. Ну, важно одну штуку запомнить, что они в себе ничего не хранят, эти стримы. Вы должны туда скармливать элементы, например, как в данном случае из input samples. Они потом производят какую-то обработку. Например, для каждого элемента во входном массиве исполнить такую странную функцию. Интересно, что же она делает? Давайте посмотрим, какого она типа. Можно в вашем любимом MDE сказать, извлеки-ка мне, пожалуйста, здесь переменную. Ох ты, она оказалась типа int-consumer. Что такое int-consumer? Интерфейс с одним методом, помеченный аннотацией functional interface. Знаете, давайте попробуем переписать это на седьмую джаву. Обычно мы делаем в обратную сторону, ради интереса. То же самое выражение. Допустим, мы хотим сюда по старинке, в стиле седьмой джавы, подставить, посмотреть, что она на вход принимает от forEach, посмотреть, что он принимает на вход int-consumer, посмотреть, что int-consumer это интерфейс с одним методом, и подставим туда имплементацию. Нам MDE будет подсказывать. Потому что разработчики из седьмой версии джавы ниже наелись такого кода. Анонимная имплементация интерфейса, которая принимает на вход value некая, и нам нужно его положить в переменную тип out. Out put int value. Приходилось такой код когда-нибудь писать? Много раз. Кто-нибудь писал UI на джаве? Ну, помните, да? Восьмая джава сделала для нас замечательную вещь. Есть много различных способов, наверное, было много различных вариантов, как сделать эти лямбды. Она сказала вам, что, пожалуйста, уважаемые разработчики, отсюда и дальше. Если вы пользуетесь функциональными интерфейсами, интерфейсами с одним публичным методом, то мы вам предоставляем специальный новый синтаксис, который позволит вам создать имплементацию такого интерфейса. Внимание, смотрим, что мы сделали. Возвращаем на то, как было. С одним и тем же эффектом. Почувствуйте разницу. Этот синтаксис говорит о том, что создайте мне, пожалуйста, здесь имплементацию этого интерфейса. У него там один метод. Этот метод принимает на вход единственный параметр типа int. и мы пишем формальный параметр, обозначаем ему переменной i, ставим стрелочку и пишем выражение. Либо можем написать целый блок в фигурных скобочках. И как я уже показывал, это является лидной имплементацией интерфейса. Было семь строчек, стала одна. Ну да ладно, вернемся к музыке. Хочется получить какие-то звучания из этой гитары, не просто она здесь так лежит. Смотрите. Первое. Одна из вещей, которую мы хотим, можем захотеть сделать со звуком, это изменить его громкость. Здесь сейчас, конечно, так отрегулировали громкость, что он неплохо звучал. Но, допустим, представим на секундочку, что мы захотим зачем-нибудь этот звук сделать в два раза громче. В два раза тише. Давайте. Вначале, давайте на секунду подумаем концептуально, как нам бы вот так вот сделать сигнал, который у нас идет в два раза тише. Минус два взять по модуле. Если перевернуть, задайте потом вопрос. В этих задачках самое интересное, а что будет, если там внезапно? Мы, кстати, пару таких вещей попробуем. Разделить на два – нормальный момент. Особо хардкорные в этом месте рекомендуют сдвинуть влево на один бит. И в стримах, в Java есть специальные операции, которые позволяют вам над входящими элементами, по мере того, как они проходят от вашего начала стрима до конца, у нас конец – это for each, for each. Все элементы в стриме съест и обработают вот этой вот лямбдой. Все, что было, все 512 элементов из этого инт-массива, все выпишут. Есть такая операция, как map. Принимает на вход int, unary operator, что-то такое. Опять functional interface. И в нем единственная функция. Int на вход берет, int на выходе отдает. В середине делайте, что хотите. А мы хотим поделить на два. Давайте попробуем это сделать с помощью лямбд. Кто-нибудь, может, подскажет, как это лучше сделать, как это написать. Так. И стрелочка. Сдвинись. Так или так? Сами знаете, чего может стоить ошибка. Хорошо, коллеги, давайте так, чтобы не запутать половину аудитории, давайте я напишу вот так. Количество непечатных символов на единицу пространства немножко уменьшу. Проверим. Давайте поделим на что-нибудь побольше. Теперь чувствуется, что тише. Окей. Ну, казалось бы, все то же самое мы только что могли сделать в обычном Java 7-style цикле. В чем прелесть стримов? Ну, конечно, лямбды мы уже посмотрели, лямбды помогают. А в чем прелесть именно стримов? Здесь вопрос, ответ не всегда простой. Но, например, одна из них состоит в том, что мы можем очень легко взять и сказать, что мы хотим обработку, только сделаем в два раза меньше громко, чтобы мы услышали, обработку распараллелить. Маленьким вот таким вот рощерком пера мы говорим, пожалуйста, создай ко мне параллельную обработку, сделай все то же самое в параллель. Если, окей, мы не будем идти в глубину, но да, если есть возможность. В данном случае возможность есть. Мы работаем с хорошим потоком интов, и наш параллельный поток, наша параллельная обработка будет звучать. Чувствуется, что звучание изменилось, но при этом что-то пошло не так. Что ж не так? Там стартовал fork-join-pool, который добросовестно разобрал наши элементы на различные кусочки и начал их в параллели делить на два, а потом посылать на колонки. Все почему-то пошло не так. Что ж могло быть? А? Абсолютно. У нас всякий детерминизм в момент, когда мы начинаем использовать параллельные стримы, пропадает. При этом надо… у некоторых может возникнуть желание сказать, а, тут же параллельный стрим, порядок потерялся, так мы сейчас возьмем и используем такую… такую операцию как sort, правильно? отсортируем их обратно. Уже на самом деле никакой связи с гитарой абсолютно нет. Почему? Есть кто-нибудь, кто не понимает, почему sorted нам не помог? То есть sorted не восстанавливает вам исходную последовательность. Он сортирует все по возрастанию. Синусоиду превратили сейчас в пилу. 512 элементов, следующие 512 элементов. Вот когда-нибудь звук сборщика мусора, если кто-нибудь сделает такой проект, он, наверное, будет звучать примерно так. Смотрите, есть операция for each ordered, которая вам вернет счастье. Но весь профит от распараллеливания вы при этом потеряете. На самом деле мысль, которую я хочу до вас донести в данном случае, она состоит в том, что, во-первых, вы можете сделать параллельную обработку на раз-два. Но как только вы это делаете, всякие гарантии очередности обработки у вас пропадают. Когда вы пытаетесь использовать ordered операции, вы потеряете тут же выигрыш от параллелизации. Но с другой стороны, смотрите, Java позволяет вам все делать декларативно и буквально вот в полстрочки. Представьте, как бы вы это делали с стримов. Было бы интересно. Я могу ответить на этот вопрос и на многих очень похожих. Настолько же, насколько если бы вы не использовали восьмую Java. Что со стримами, что без. Параллельную обработку насколько безопасно использовать. Настолько же, как если бы вручную написали параллельную обработку. Здесь безопасно, но и бесполезно. В других случаях, если у вас независимые задачки, то пожалуйста. Восьмая Java, давайте перенесем на потом, но восьмая Java с вас никак не снимет проблему синхронизации. Если вам нужна проблема синхронизации, вот это слово в параллел внезапно для вас ничего не решит. У вас останется проблема синхронизации. Окей. Перед тем, как перейти и построить, наконец, первый эффект, а мы же хотим со звуком что-то делать. Можно делать громче, можно делать тише. Мы хотим построить какой-то эффект. Будет полезно сделать еще одно преобразование. Сейчас мы в потоке работаем с интеджерами. От максимального значения до минимального значения. Ваня, вопрос, кто помнит максимальное и минимальное значение int? Мне не разделились. Вот видите, это оно как. Окей, коллеги, поступило много вопросов. Кто был не уверен, посмотрите. А пока продолжаются споры. Предлагаю внимание на экран. Ну вот ответ примерно минус 2 миллиарда до примерно плюс 2 миллиарда. Мне, например, лично больше всего нравится. Потому что 2 в 31, 2 в 32, там минус 1. Нет, 2 в 31, там в ту сторону и в эту сторону. Не всегда демонстрирую, что человек понимает, сколько же это. Окей, так вот, очень удобно было для последующей обработки нам взять и преобразовать вот эти вот int, которые проходят через поток в плавающую точку, в w в интервале от минус 1 до 1. При этом на входе нам приходят int и на выходе, осторожно, и на выходе ожидаются точно так же int, потому что наша звуковая карта, интерфейс, который сейчас написан для звуковой карты, он с intime работать не может. И вместе с тем мы уже знаем, что есть такая замечательная операция map, которая на вход берет значения одни, на выход выдает значения другие. И они могут быть разного типа на самом деле. Примеры в Oracle, ну типовой, который я видел, на вход приходит ID каких-то сущностей, а в середине кто-то идет в базу данных, вытягивает объекты, и дальше по потоку идут объекты. Ну, может кому-то нужно. Здесь нам понадобится, очевидно, использовать снова map элемент, но в данном случае map to double. Можно было бы там map to object, но лучше map to double, он меньше мусора генерирует. Который на вход принимает снова-таки int to double function интерфейс с одним методом. На вход int, на выходе double. Давайте вы мне поможете написать сейчас его реализацию. На вход int, на выходе double в интервале от минус одного до одного. Будем делать следующие шаги, вы увидите, насколько это удобнее. Какие будут мысли? Integer в интервале от минус integer max value, от integer min value, от плюс-минус integer max value, с ошибочкой в единичку, нужно преобразовать в double в интервале от минус единицы до единицы. Так, каст и к даблу. Жалко, такую ситуацию запортил. Каст и к даблу. Так, поделить. Profit. Что самое интересное, если мы в этот момент попросим нашей DE извлечь переменную, посмотрим, что мы уже работаем с даблстримом. А если мы попросим извлечь переменную на строчку выше, работали с инстримом. При этом замечательный такой DSL, который не позволяет заботиться до тех пор, пока вы там в какие-нибудь ограничения не упрете, если у вас что-нибудь странным образом не начнет работать. Хорошо. И теперь нужно преобразовать все обратно к даблу. К инту, извините. Как? Map to int. Согласен? Согласен? Что дальше? Смотрите, зачем мы это сейчас делаем? Затем, чтобы иметь возможность здесь в середине потом все остальное писать, зная заранее, что у нас даблы в интервале от минус единицы до единицы. Нам нужно вернуть int обратно в их диапазон от минимального до максимального значения. Это пока подготовительные штуки. Дальше мы будем все это использовать. Итак, обратное выражение будет D умножить. И все это дело… Ну, вот, к сожалению, Eclipse не умеет эти автокомплишины делать в лямбдах. Вроде все компилируется. Давайте запустим, проверим, что у нас звучание какое-то осталось. Осталось. Задайте потом вопрос про latency. Там можно много разного рассказывать. Окей. Мы готовы сейчас к тому, чтобы написать первый эффект, изменить как-то звучание гитары. Перед тем, как мы это сделаем, я на всякий случай проговорю, что таким, как мне кажется, не самым скучным способом. Мы посмотрели, как можно пользоваться лямбдами, как можно делать базовую работу с потоками, как-то, например, преобразовывать элементы потока, для каждого делать какую-то операцию с помощью for each. Ну и, наконец, я думаю, что звучание параллельных потоков у вас отложилось в памяти, и вы будете помнить, что с ними нужно работать осторожно. Но теперь, возвращаясь, переходя к эффектам, как оказывается в реализации, в программной реализации, самый простой эффект, который может быть, это дилей. Такая вот педалька, если кто-нибудь, может быть, слышал, когда, не знаю, гитарист, неважно кто-нибудь, берет аккорд, а потом этот звук повторяется с эхом. Разок, чуть-чуть тише, еще разок, еще разок, еще разок. Наверное, да, на человеческом языке эхо будет правильным названием. Называется дилей на музыкальном языке. Такая вот педалька стоит, наверное, долларов 25-30 на Амазоне, и два месяца ждете доставку. У меня нету двух месяцев. Ну, я не готов ждать два месяца. Да. Давайте попробуем смоделировать вот эту вот педальку на компьютере и сэкономим 25 долларов два месяца, и обойдемся всего лишь там колонками и ноутбуком за тысячу. Смотрите, как он работает концептуально. Схема достаточно проста. Вот у вас поступает входной сигнал, который мы уже смоделировали как этих поток даблов. Вот этот байпас, циркульт, можно не обращать внимания, и подается прямо на колонки. Вторая копия отстаивается в специальном теплом месте, сколько вы хотите миллисекунд. Например, 100 миллисекунд. В зависимости от того, сколько вы будете отстаивать, вы будете получать разные звучания. То есть даже специальные ручки есть для этого. И смешивается с вот этим вот входным сигналом. Это первое приближение. Для того, чтобы вообще хорошо звучало, то вот то, что в результате смешалось, вы берете и через так называемый feedback line снова подаете на вход. У вас получается там многократное затухающее эхо. Так вот делается delay. У меня есть для него стандартная заготовка, в которую нужно только вписать буквально пару элементов. Сейчас я на нее переключусь. Смотрите, здесь какая штука. Один из моментов того, что мы собираемся сделать, состоит в том, что delay как эффект я вынес в отдельный класс. Можно пытаться что-то писать прямо здесь. Воображение, наверное, легко подскажет, во что превращается подобный код, если пытаться прямо здесь добавлять логику, добавлять, добавлять и добавлять. Умножать, делить, сохранять и все прочее. Будет месиво. С месивом все сталкивались. Наверное, никому не интересно работать. Поэтому я добавил отдельный класс под названием delay, в котором уже есть там какие-то специальные поля. И осталось дописать вот пару строчек в этом методе. Он будет принимать double на вход, отдавать double на выход. Интерфейс очень простой. Дай мне, пожалуйста, оригинальный сигнал. Я тебе дам сигнал с цехом. Вторую часть, которую нам надо будет решить, это вот этот вот delay эффект, у которого есть метод apply. Прикрутить как-то вот сюда, вот в обработку процесса, в обработку нашего звука. Давайте вот это вот я все-таки уберу. Сейчас немножко по-другому громкость настроена. И опять же нам здесь достаточно удобно использовать метод map. Есть идеи, как в данном случае будет выглядеть? Раньше мы вставляли здесь выражение, которое брало прямо аргумент, прямо вот тут же делило или умножало. А здесь нужно пропустить как-то вот здесь вот, через через компонент delay. Окей. Окей. И тут мы… Да, это один из вариантов. Мы использовали лямбда. Точно так же, как во всех других случаях. Но здесь, как резонно замечают некоторые, можно использовать еще одну замечательную фичу восьмой джавы, это метод references. Если здесь, в этой функции, в любой, в данном случае мы смотрим на map, на вход принимается double unri operator, то есть функциональный интерфейс с единственной функцией, у которого double на входе, double на выходе. И она по сигнатуре совершенно замечательно совпадает с нашим компонентом. Мы можем использовать синтаксис так называемых метод reference. И получить ровно тот же самый результат. Это эквивалентное выражение. Кто там си когда-нибудь занимался? Наверное, что-то шевелится в памяти. Окей. Опять же, просто обратите внимание, насколько восьмая джава в части лямбд, в части стримов, в части метод reference вам экономит строчки, экономит количество символов, которые нужно печатать. Ну а теперь, наконец, самое главное. Как нам реализовать вот этот вот замечательный delay? Я напомню, что нам нужно входной сигнал взять, где-то сохранить и потом вывести смесь изначального сигнала и того, который отстоялся в заранее подготовленном double буфере, буфере даблов. очередь. Можно, конечно, было бы сделать там какую-нибудь очередь. Можно стек. Но у нас уже есть массив. Давайте с ним попробуем поработать. Окей. Хорошее наблюдение. Если мы не запишем в массив, ничего не будет. Давайте запишем. Да, и dx. Вот он за чем-нибудь понадобится. Коллеги, перед тем, как, кстати говоря, отступление в сторону, перед тем, как вы захотите запилить сюда какие-нибудь серьезные структуры данных, там важно убедиться, что никакого мусора не будет, потому что может вот это вот и грани сломаться прямо в середине. Нас вызывает драйвер, мы там уходим в сборку. Ладно, потом. Давайте пока что делать на массиве, поверьте. На славу. Хорошо. Первая итерация. Сохраняем, но сохраняем только один элемент. Не работает. Ну то есть работает не так, как мы хотели. Вторая итерация. Increasing index. Сохраняем буфер сайз элементов, потом array index out of bound exception. Окей. Мод чего? Хорошо. Я согласен, что вот таким вот образом мы взяли и заполнили весь наш массив историей звука, который к нам приходил. Что дальше с этим сделать? Нужно как-то взять, дорассчитать выражение. Сейчас что пришло, то этот эффект и возвращает. А нам нужно сделать последнюю часть, это взять, смешать то, что пришло, с тем, что было когда-то раньше. Хорошо. Давайте. Как смешивать? Это брать взвешенную сумму. То есть брать x, помноженный на плюс… Что-то с индексом не то. И да, и нет. Опять же, особо наблюдательные могут сказать, что если долго делать плюс-плюс, то граница инта переполнится. Но помните, 44 тысячи сто раз в секунду, чтобы переполнился инт, придется играть без перерыва 25 часов. Я не смогу. Наблюдение хорошее, как с этим бороться тоже понятно, но давайте просто не в этом примере кода. Наша задача теперь посчитать вот этот вот delay, и будет почти счастье. Так. History. Согласен. Индекс. А? Какая задержка? Сядь для набуфера. Абсолютно. Два нажатия кнопки. Вот это мое любимое решение. Смотрите. Раз, два. Работает. Согласны? Зря согласны. Мы еще не запускали. Когда запустим и услышим, тогда пока что выглядит неплохо. Согласен. Разовое эхо. Ну вот, может быть, сложновато услышать, но оно там было. Давайте еще раз. Окей. Мы можем вот что сделать. Мы можем взять и увеличить задержку, а мы же вынесли задержку параметром, потому что это ручки нашей педали на самом деле. Мы их вынесли переменно, а это ручки нашей педали. Сделать побольше задержку, смешивать с другими коэффициентами. Давайте сделаем не 200 миллисекунд, а 500. И на самом деле реализация вот того самого фидбэк-лайн, она не сильно отличается от того, что мы уже сделали. Внимание, стандартная заготовка. Разница лишь в том, что мы вначале высчитываем новое значение сигнала, а потом складываем его в историю. Все. А звучание-то какое? Давайте попробуем. По-моему, неплохое, да? Коллеги, ну мы только разгреваем. Разгреваемся на самом деле. У нас ограничение по времени, поэтому мы не будем собирать все эффекты, которые можно. Мы соберем самые эффектные. Извините за савтологию. Кто-нибудь знает, какой вот эффект, который в гитаре, в гитарной музыке вообще никак без него? Отлично. А теперь те, кто знает, что такое дисторшн. Да, если вы там закроете глаза и представите какого-нибудь, не знаю, солиста, соло-гитариста металлики, он выходит на сцену и делает вот так вот. Мысленно представьте, какой звук звучит. Там смесь дисторшна и еще всяких мелких штук. Дисторшна. Вот это вот такое вот звук. И как оказывается, сделать его достаточно просто. Если вы берете сигнал, вот эту вот синусоиду, и отрезаете у него верхушки, получается в первом приближении вот такой вот дисторшн. Он работает. Всего-то нужно взять входной сигнал, отрезать верхушки. Хороший вопрос. Сказать вам, как делают, если у вас есть педалька. Вам выводят ручку. Найдите. Ну, есть, конечно, всякие разные техники. Но вот в первом приближении нам придется посмотреть. Это очень хороший комментарий. Нам придется посмотреть на сигнал перед тем, как отрезать у него верхушки. Потому что где же нам все это счастье обрезать? Для этого у меня есть стандартная заготовка, которая делает визуализацию. То есть она ее почти делает. В нее буквально кусочек вписать, и мы увидим, что же такое сейчас находится внутри нашей звуковой системы. Смотрите. Вот этот кусочек, который делает ту же самую обработку, которая была раньше. На эту часть можно не обращать внимания, она уже закончена. Она отправляет там снятый буфер, уже обработанный, туда на UI. Не будем говорить как, но она работает. И все, что нам нужно, это вот этот вот sniffed samples list, который почти как лист, только там еще чуть больше умеет, только без мусора. В него нужно по мере того, вот в том месте, где мы хотим, собственно, взять и замерить, как у нас сигнал идет, взять и добавить соответствующий элемент. То есть у нас проходят вот эти вот даблы через всю обработку. И нам нужно, например, можем до усиления, можем после усиления взять и сказать, а вот теперь будь добр, досложи вот этот вот элемент в список. И тогда ее и покажут. Сейчас ничего не показывает, потому что мы не дописали этот кусочек. Если мы его допишем и правильно, вот здесь что-то будет видно. Кто-нибудь застал осциллографы? Советские, зеленые. Мы сейчас сделаем программную реализацию. Смотрите. Ага, выросло то поколение, которое не слышало. Так, коллеги, метод map нам уже не поможет. То есть мы могли бы, наверное, как-нибудь выкрутиться и сказать, что в этом месте мы в список берем, доскладываем очередное число, но это будет очень странное использование метода map, потому что он предполагает, что у вас на входе что-то, на выходе что-то. Здесь на выходе вам ничего не нужно делать, нужно оставлять значение таким, как оно было. Что бы нам такого использовать из этих стримов? ForEach? ForEach не работает по другой причине. ForEach это терминальная операция. Вы создали какое-то действие, которое нужно сделать на всей коллекции. Он тут же все элементы вытянул, сделал это действие, никому дальше ничего не отдал. Да, коллеги, это для тех, кто, особенно для тех, кто не знает API, задача неразрешимая, потому что как можно угадать то, чего вы не знаете, правильно? Есть замечательный метод pick ровно для этого дела. Вы можете отдавать ему элементы стрима в том месте, в котором вы разместили метод pick, и, пожалуйста, передавайте в него какой-то action. Action это нечто типа double consumer, снова functional interface. На вход double, на выход ничего, то, что доктор прописал. Помогите мне теперь написать правильное выражение. На самом деле не обязательно даже так. Правильное выражение, которое будет брать наши double числа, которые вот здесь вот проходят через поток, и складывать сюда. Это лист. По сути он имплементирует интерфейс лист. Только он умеет работать с примитивами, не генерируя мусора. Throw for J. Так, пишу, пишу, пишу. Согласны? Давайте посмотрим, что получилось. Чуть-чуть виден уровень сигнала, да? А если сыграть медиатором? Отдельное удовольствие это пытаться подобрать частоту звука, совместить ее с частотой перерисовки. Смотрите, как мне кажется, нам нужно делать где-то вот на уровне одной десятой обрезку или на уровне пяти сотых. Одна десятая, пять сотых. Будет примерно так. Наверное, лучше одна десятая. Попробуйте вычислить по входному потоку. Давайте чуть позже этот вопрос. Он хороший? Это будет второе приближение. Окей. Если бы мы здесь сейчас работали с интеджерами, с интами, ну, представляете, да, здесь было бы 2 миллиарда там, 2 миллиарда здесь, где обрезать, ну, вот примерно где-то, не знаю. Так вот, зная то, что мы сейчас узнали, distortion, я считаю, что его можно сделать в одно выражение на лямбде. Без отдельных классов, без ничего. Давайте попробуем. Это будет мэп. Итак, на входе любой дабл. На выходе он же, если он меньше одной десятой или больше минус одной десятой, иначе, соответственно, одна десятая либо минус одна десятая. Абс. Угу. Это дабл. Ноль целых, одной десятая. Здесь есть как минимум два варианта. Один на тернарных выражениях, а второй на чистой арифметике, математике. Ну, мод в смысле, который остаток отделения на даблах нет. Есть абс, еще функция сигнум полезная, есть макс. Кто-нибудь? Коллеги, извините, у нас осталось сколько минут? 15 минут, спасибо. Так это вы меня мучаете? Я уже хочу поиграть, и вы мне не говорите, что написать. Так, давайте так. Масс-макс здесь будет фигурировать. Масс-сигнум тоже будет фигурировать. Смотрите, вот эта штука дает нам знак, который был на d. А что дальше? Вот эту часть я услышал, а дальше что писать? 0.1 Апс. А вы его до конца допишите. У вас там двойное тернарное выражение, никак не меньше. Ну, здесь статические импорты можно добавить. Мин или макс? Что интересно, когда работаете со звуком, нету всегда правильного ответа. Написали неправильно, оно вон как звучит, оказывается. Ну что, давайте уже что-ли попробуем. Можно писать долго, не пробуя. Но неинтересно. Чуть-чуть обрезается. Надо попробовать посильнее сыграть. А, слегка перегомолась. Ну что, впервые под этим, в этом месте, на арене, да? Distortion на лямбдах. По-моему, получилось. Ну, а смотрите, в этом Distortion какая есть проблема. Чем? Если я играю тихонечко, например, пальцем, Distortion не слышно. Если играю медиатором, Пожалуйста, все работает. Ну, опять же, смотря, насколько я сильно играю. И это вот ровно тот момент, о котором ты говорил. Как выбирать этот threshold? И здесь ответов есть несколько. И там все они по-разному работают. Один из них состоит в том, чтобы брать и усиливать входной сигнал. Так, чтобы на вот этом вот уровне он всегда обрезался более-менее хорошо. Вопрос, как узнать, вот насколько подкручивать, насколько эту ручку громкости автоматически подкручивать. Опять же, у меня есть готовая имплементация. Почти готовая имплементация. Собственно, совсем готовая имплементация, в которой есть один очень интересный момент. Собственно, если выбрать правильный коммит. Компонент под названием, ну, я его назвал нормалайзер. В настоящей музыке используются компрессоры. У меня как-то по алгоритмам получается совсем не так. С которой делают очень простую штуку. Он делает в себе какой-то буфер 1160 элементов. Смотрит, какой был максимальный элемент. Смотрит, сколько вы хотите, чтобы он держал, вообще говоря, уровень сигнала в среднем. И просто умножает на соотношение, которое вы хотели. В результате, когда вы играете какую-нибудь ноту, он потихоньку подкручивает ручку громкости. Подкручивает, подкручивает, подкручивает. А это имело отношение к тому, как работать с низкими задержками со звуком в Java. Можете потом спросить. Но вот что интересно в этом примере, это в том, что размер буфера, здесь он выбран экспериментальным методом. Вот что интересно, например, было в момент разработки. Если вы сделаете этот эффект, помните, он сохраняет в себе сколько-то историю, смотрит по ней максимум и берет, додомножает на правильное соотношение текущий сигнал. Если взять буфер достаточно маленький, наблюдаются страшные щелчки. Например, 512 элементов щелчки, а 560 элементов уже ничего на одной струне. Есть идея, почему, с чем мы в данном случае сталкиваемся. Это интересный пример, который имеет отношение даже уже не к программированию, а к природе звука и к физике. Этот эффект, он берет, сохраняет какую-то определенную историю, потом смотрит максимальное значение и после этого подкручивает ручку громкостью, чтобы этот максимум был там, где вы скажете. Очень в правильную сторону рассуждение. Он должен быть, как минимум, достаточно большой, чтобы в него период крема. Что удивительно, если посмотреть по Википедии или померить каким-нибудь тюнером вот эту частоту нижнего ми, перевести через 44100 в размер буфера, возьмете меньше, щелчки есть, возьмете больше, щелчков нет. Ну и, конечно, все это работает, пока вы не возьмете две ноты одновременно, когда все равно приходится возвращаться к методу подбора. Давайте же посмотрим, как это в результате звучит. Что мы хотели получить? Что-то, где можно играть, хотите? Хотите только пальцами, хотите пальцами и медиатором, хотите смешивайте. А дисторшн все равно останется. Есть одна такая композиция? Давайте все-таки чуть тише, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот это. Хорошо, коллеги, это был примером того, как на самом деле в нашей жизни, в профессиональной жизни, мы сталкиваемся с физическими ограничениями сплошь и рядом. Размеры кэши, тактовая частота процессора, время отклика внешних сервисов. Вот это сплошь и рядом. Есть целый ряд ограничений, которые вам не обойти. Здесь буферы меньше, чем 560 где-то элементов, не получатся на такой частоте. Не сделаются такие эффекты. Таким образом, опять же, перескакивая через несколько шагов, которые можно было бы еще пройти, я бы хотел показать, к чему можно дойти потихонечку, шаг за шагом, глядя на какие-нибудь очередные возможности расширения и делая, например, наблюдение номер один, что когда мы складываем несколько эффектов подряд, например, предусилить сигнал, наложить дисторшн, постусилить. Или просто усилить сигнал и ничего не менять, или добавить эхо. Вот эти цепочки представляют из собой вполне себе отдельную абстракцию, которую можно взять и переиспользовать. Назвать ее, например, тон. Например, дисторшн. Или обычный ритм. Клин. Второе наблюдение, которое можно сделать, это что вообще говоря, стоять вот здесь, что такое играть без аккомпанемента совсем, оно нормально, но со временем становится грустно. Аккомпанемент бы здесь не помешал. Но при таких вот абстракциях нету никакой проблемы написать еще один процессор, который возьмет и смешает сигнал по мере того, как он поступает с гитарой, с соответствующими даблами, полученные, например, mp3. Дело в то взять, вычислить mp3, разложить в длиннющий массив из вот этих вот даблов, и, пожалуйста, вот он у вас готов. Индексом по ней бежаться. Индексом бежать по массивам мы научились еще в самом начале. А если сложить одно с другим и сделать еще одно наблюдение, что когда у вас вообще играет какая-то мелодия, там где-то есть партии соло, где-то есть партии ритма, и ничего на самом деле не так уж сложно взять и научить вот эту программу переключать одно звучание на другое в зависимости от того, какую часть мы играем, сколько времени прошло. заодно пощупать Java 8 DateTime API. И вместе с этим можно даже немножко визуализацию подкручивать. То есть пошла секция ритма, пожалуйста, звучи как ритм. Пошла секция соло, пожалуйста, звучи как соло. Что из этого получается? Опять же, мы не проходим через все эти шаги оставшиеся, но собирая все воедино, эффекты, которые мы сейчас сделали, и плюс вот с этими дополнительными расширениями, вот что может получиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. JavaFX, вообще-то еще остеолограф был в JavaFX. Это остеолограф только на стероидах. Верьте, нет. Я хочу вернуться к тому, с чего я начал. Я считаю, что в нашей области пойти особенно обучение, самообразование должно быть интерактивным, на практике и с огоньком. Как вот это вот. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Теперь можно к вопросам. АПЛОДИСМЕНТЫ Где-то так. Честный ответ, да, база была написана где-то, наверное, за вечер полтора. Это планировалось когда-то, в какой-то момент, возможно, показать на Java Day Minsk. Там не получилось. С тех пор стало получше. Поэтому вы теперь, вы, наверное, первые, кто в открытом этапе на это смотрит. Сейчас посмотрим. Вы знаете, у меня его Nickelback содрал. Вот там можно скачать. Добавить еще и звук. Ну вот, например, Винамп с этим справляется, я слышал. Так интересно. Nickelback тоже справлялся. Но они, конечно, по старинке. У них там 4 гитарны, 4-4. Смотрите, все-таки где-то же оно должно быть здесь. Нет. Слушайте, меня даже не находит поиск, чтобы меня забанили из GitHub. Так, коллеги, сделаем мы вот что. На Facebook все подписаны на страничку метапа. Кто не подписан, срочно подписывайтесь, потому что там мы выложим ссылочку на GitHub проект, где все это есть. Предупреждаю, опять же, это не продукт, который вы скачали, он у вас на вашем лаптопе взял да запустился. Прочитайте Readme. В Readme написано, что нужно бесстрашие. Это даже не стандартный open source. В open source обычно есть унитесты. Лучше интеграционные. Хорошо, коллеги. Есть for each ordered. Помните, я показывал, я его не вставлял, но я показывал в autocompletion 6 такая операция. For each ordered вам сложат обратно все элементы в исходном порядке, но при этом весь выигрыш от параллелизма вы потеряете. Значит, вот это слово вы потеряете. Насколько потеряете, я не делал измерений. Я читал умных людей, которые говорят, что вы потеряете. Еще в имплементации, в глубинах, в each ordered вы видите слово синхронизм. Делайте выводы. Если у вас много ядер, если у вас тяжелая операция, то имеет смысл это сделать. У нас, если вы обратите внимание, переходим к лейтенциям. У нас были достаточно легкие операции. Числа складывать, умножать, делить, сохранять в массив, доставать из массива. Никакого вывода, никаких взаимных блокировок. Здесь накладные расходы на то, чтобы отдать что-то в отдельный поток, они не совсем понятны. Не для нашего сценария, по крайней мере. Значит, еще раз. Смотрите. Смотрите. Слушайте, можно использовать в each ordered, но на самом деле, если у вас тяжелые задачи, которые нужно отдавать на исполнение, чтобы оно где-то исполнялось, я не уверен. Подумайте трижды, действительно ли вам нужны стримы. Стримы – это не все, не для всех. Стримы замечательные, когда, например, вместо 8 циклов взяли и написали такую элегантную операцию. Где-то там попильтровали, где-то еще сделали. Если вам нужно решать проблему, и это центральная ваша проблема о том, чтобы в параллеле делать обработку чего-то эффективно, может быть, не стримы лучше. Взять уже явно, поработать с экзекьюторами. Если в fork.join.pull на вашу задачу хорошо ложиться. Если в отрицательную сторону сделать положительный, какое звучание будет? Давайте последним этот вопрос, потому что я понимаю, откуда он происходит. Но может кто-то голодный, а мы потом попробуем. Ограничение драйвера, к сожалению. Драйвер отдает и забирает кусочками вот эти вот сэмплы. То есть там на уровне драйвера двойная буферизация, где отдает массив 512 элементов, тем временем следующие 512, допустим, записывают из звуковой карты. Аналогичным образом, с другой стороны, готовый уже какой-то массив из 512 элементов пишет на колонки, на выход звуковой карты. А еще один буфер вы сейчас заполняете. Из этой абстракции не вырваться, к сожалению, если только не идти как-нибудь хардкорно на уровень драйвера, на уровень железа. Я не готов. Из-за чего тогда свалилась? Свалилась она потому, что здесь используется достаточно экспериментальный полус. Во-первых, она использует Asia for all. Если вы попробуете работать с майлами задержками со звуком в Java, вы пойдете, наверное, на гуглите Java Sound, запустите и услышите задержку совершенно несерьезную, там, по порядку секунды. То есть вы там что-нибудь взяли аккорд, сходили, покурили, попили кофе, когда уже этот звук наконец пойдет. Под Windows Asia for all и экспериментальная библиотечка, бандинг нативный на Asia for all. Это, наверное, единственное, не наверное, абсолютно точно единственное, что у меня сработало. Никакие имплементации Java Sound альтернативные, никакие другие библиотечки нет. Только мимо Windows Mixer даже, напрямую в Java. Вот так вот работает. Под Linux чуть попроще, там есть варианты, но все равно рекомендуют использовать JackD с нативным бандингом. Соответственно, почему такая штука вылетала? Потому что достаточно экспериментальный сетап. Если вы смотрите в байт-коде, здесь invoke-динамик, а здесь не invoke-динамик, я согласен, но концептуально… Я не знаю, но я думаю, что большинство разработчиков, им важно концептуально, какие задачи решаются. Окей, давайте не будем пугать оставшихся. Коллеги, а, значит, все-таки гуглится. Но вы на Facebook все равно подписываетесь, потому что я уверен, что… Я надеюсь, что митап не последний, и у нас будет что-нибудь интересное. Коллеги, если кто-нибудь чувствует в себе силы быть спикером, а пусть это лучше там слова расскажет. С вопросами, есть еще какие-нибудь вопросы? Вот я помню про этот, еще какие-нибудь. Спасибо. Ну что ж, тогда позвольте поблагодарить вас всех за то, что пришли. Надеюсь, ивент был интересный. Сами записи презентации мы вам расшарим. Я так полагаю, все, кто подписывался, оставляли, наверное, свой e-mail. Соответственно, мы вам пришлем ссылки, Юля, это ссылки будут, да? То есть ссылки на записи. И хотелось бы услышать, наверное, ваш фидбэк и пожелания, как по темам, так и по формату, что было хорошо, что хотелось бы сделать лучше. Как говорил Паша, подписывайтесь на группу в Facebook, там будут новости. Ну и, собственно, наверное… Да, соответственно, если чувствуете в себе спикера, то обязательно дайте нам знать, потому что именно вот на энтузиазме спикеров вот эти ивенты могут проводиться. Либо хотя бы предложите тему. Ну что ж, еще раз спасибо. Будем закругляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!